Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, за стимул больше снимать для вас видео. Сегодня я отвечаю на вопрос, правда ли, что Китай поджигает Гавайи? То есть, правда ли, что с помощью каких-то технологий он поджигает? Вот, то есть специально, видать, что-то они поделили этого. Что мы здесь видим в данный момент? Что Китаю, вправду, заплатили, технология не совсем ихная. И видите, их задача не стояла, чтобы люди пострадали. Гавайи, то есть жители Гавайев от чего-то отказались. Возможно, бизнес продолжать свой хотели. Вот, многие люди пострадали, мы видим, да. Особенно это опасная сторона для какой-то горы или вулкана была. Дальше мы видим, что искусственно что-то с воздуха делалось. То есть, тут мы видим, что искусственно, возможно, лазер, возможно, что-то еще. То есть, какие-то технологии были предприняты с воздуха. Видите? То есть, смерть шла с воздуха. То есть, пожар обычный, поджоги или электричество, как там говорили, да, он обычно где-то на земле, да, так сказать. А тут именно с воздуха что-то пошло. Видите? Смерть пошла с воздуха. И причем гавайцы об этом знали. Возможно, Китай хочет эти земли захватить или под какую-то стройку. Видите? Изменение ландшафта. Это, возможно, под какую-то стройку, какие-то планы собственные, да. Они хотят эти гавайи опустошить, специально выселить людей. Видите? Выселение народа полностью. Зачистка идет. То есть, кубики и кости разлетелись. Это как раз идет зачистка народа, чтобы они переселились куда-нибудь в другое место, да, убирались. Причем мы видим, у Гавайи фарт перевернут, то есть, их уже предупреждали, что их сожгут, так сказать, да, если они не пойдут на какие-то условия. Китай это всего лишь обслуга чья-то. Может, Британия, может, Америка. Это обслуга. Потому что, видите, два ключа сошлись. Это признак, что у Китая с каким-то Западом договор. И он его выполняет. Он будет любые приказы преступные выполнять. Так что, вот такое гадание. Всем удачи и успехов. С вами был Александр Чувствов. Телоком, друзья, прости. Удачи.